ВЕЗДЕХОД Всем привет, это Вездеход. Сегодня мы находимся в кинопарке Ессентай, где будет предпоказ картины Талгата Женебекова «Джокер». Первое, что меня потянуло прийти сюда, это роль российского актера Виталия Кищенко «Злодея». Злодейские роли мне его очень нравятся. Он играл в одном сериале такого логопеда. Я прям влюбилась в него. Почему-то вот мне нравятся «Плохие мужчины». Ну, я сейчас не покажусь оригинальной, никого не удивлю этим. Потом здесь интересно то, что главный герой – казахстанский актер. Это его дебют будет. Он играет роль Чины, такого борца со злом и за справедливость. В общем, я думаю, будет интересно, потому что этот человек до этого не имел никакого отношения к кино. Он занимался рестораторским бизнесом. И еще у него такая, прям, ну такая няшная страничка ВКонтакте. Я вот зашла и сама лично проверила. И еще один факт, который заставил меня прийти сюда – это первый казахстанский фильм, снятый полностью в зеленке. В общем, мы пойдем, посмотрим, увидим эту, наконец, картину, о которой было столько шума вообще. Что она из себя представляет, стоит ли ее смотреть. И, конечно же, мнение наших людей, которые увидят также с нами эту картину в СМИ. Здравствуйте, вот у меня к вам такой личный вопрос. Судя по трейлеру, очень похож фильм на Син-Сити. С чем это связано вообще? Ну, единственное, чем мы похожи, мы снимаем в формате комикс. И жанр мы выбрали комиксовый, поэтому здесь схожесть. Но если даже есть какая-то схожесть, я говорю, меня это, в принципе, радует, потому что у нас бюджеты абсолютно разные. У них 60 миллионов долларов. И если мы дотягиваем до такого бюджета, какой-то похожести, то это очень хорошо. Чего хочет человек, потерявший единственного брата? Справедливого суда. Найдите его. На что способен человеческий мозг? Я знаю этого человека. Он тоже из моих сон. Убей врага, но не себя. Сегодня я почувствовал, что могу все. Кем-то тебя возомнил. А теперь давай успокоимся. Я думаю, мы криты. Нет. Ну, кастинг мы целый год вели, я уже говорил. И, в принципе, актеры были для нас уже ясны, какие они будут, как они будут выглядеть. И поэтому нам не составляло как бы труда в том, что... Актеров мы видели, нам нужно было их просто найти. Поэтому кастинг затянулся на целый год. Виталий Кищенко, мы просто показали ему сценарий. Он единственный вопрос задал, что это будет обычное кино. И я сказал, что... Он сказал, что я согласен. А как мы нашли Дениса, мы его нашли где-то, наверное, за месяц до съемок. Нам порекомендовали товарища победить его. Вот он как зашел, сразу нам понравился. Мы его сразу обсудили. А как ему игрался, наверное, долго. Само лучше расскажет, как он будет. Он преследовал целенаправленно актерскую карьеру. Вот как-то... Долгадо попал, что-то почитал. Я не помню, что я читал. Было... Так, можно так идти? Да, говори, говори. Окей. Я не помню, на что он приходил. Ну, в моем восприятии-то как-то, что я попробовал то, другое, третье, десятое, потом дали вот это, и оно как-то пошло. Ну, раз Долгадо говорит, так, кому-то виднее. То есть он целенаправленно выбирал для себя человека. Это я так залетел. Здрасте, мне скучно, дайте погреться. Я думаю, что здесь есть все моменты. И авторского кино, и зрелищного кино. Мы пытались сделать такое, не побоюсь слова, наверное, культивое кино. Здравствуйте, меня зовут Ержа Сулейманов, информагентство «Закон КИЗОТ». У меня есть вопросы, одно замечание. Я, на самом деле, бы пару, тройку, десятков минут бы заменил любовными сценами, потому что были два прекрасных молодых актера. А вопрос у меня к оператору. На самом деле, очень многие кадры выставлены таким образом очень похожи на героя, наверное. То есть когда можно нарезать постеры из кадров и печатать, очень хорошо выглядит. И как вам работалось на зеленке? Потому что это очень сложно, насколько я понимаю, привязаться к месту и к точке. Расскажите, пожалуйста, как вы снимали, потому что фильм, я насколько понимаю, вправо и врасли полностью на зеленке. И достойно смотрится. Спасибо. Спасибо вам. На самом деле, в Зеленке, наверное, все, без исключения, работали, как бы, не каждый день. Актеры тоже работали в этом беспредметном пространстве. Лично для меня постановка кадра была такая, что было довольно-таки сложно действительно работать с тем, чтобы экшн-сцены какие-то снимать. Дело в том, что все это требует больших ресурсов, как технических, так и человеческих. Поэтому приходилось где-то себе очень сильно, то есть, взертвовать какими-то операторскими приемами. Ну, наверное, это... Мы все работали с первого раза, и как-то, ну, мы... Да, действительно, мы справились, и лично мне доставило большое удовольствие работать в этой команде, и большое спасибо как продюсерам, так и операторам за то, что лично мне доверили такую работу. То есть, до этого у меня уже была не одна картина, около семи полнометражных картин, но лично для себя я считаю этой картиной дебютом. Ваня, привет! Скажи, пожалуйста, тебе, как главному казахстанскому пикап-мастеру, понравилась ли главная героиня Ника? Сексуально? Да. Как актриса? Ну, наверное, тоже, да. Но она, я думаю, могла бы сыграть лучше немножко. Кто у вас больше? Какие эмоции вызывает фильм? Я не знаю, смех, разочарование, гордость. У меня оно какое-то наркотическое опьянение вызвало, честно говоря, большая часть фильма. Нет, я не знаю, кто писал монологи Тагузакову, но я хочу встретиться с ним, попросить у него те же препараты, то, что он потребляет. Это настолько филигранная чушь, которую можно было только сочинить. Я даже не представляю, как вот это можно было додуматься. И вот, если эти монологи вырезают, то фильм будет очень скучный, очень приятно. А так и рекомендую посмотреть его, просто чтобы убедиться, что у нас еще есть свои пелевины, свои всякие Кастанеды и прочие психопаты от творчества. Вы знаете, во-первых, режиссер нас не предупредил о самом главном, что в картине будет Сталин и что в картине будет вообще Тарас Бульба. Для меня это стало просто шоком. Зачем так рекламировать тогда российского актера Виталия Кищенко? Это низко. Потом вот нам раскрылись секреты супергероев, точнее суперотваров. В общем, я прям специально записала для вас. Чтобы лучше видеть будущее, нужно добавить в этот напиток чеснок, чертополох, змейный яд и кровь девушки по имени Ника. Не перепутайте. Потом нам нужен... Для того, чтобы стать крутым, надо выпить дух волка и желчка сули. Второй рецепт, я думаю, он гораздо проще, поэтому дерзайте. Вдруг нас будут окружать только сильные мужчины теперь. Вот теперь самое главное по поводу картины. Если честно, я вообще не поняла, почему фильм называется Джокер. Это стало известно только на пресс-конференции, которая была после показа. Нам режиссер адекватно пояснил, почему. Ну, сама задумка, она такая банальная, если честно. Но я рада, что наш казахстанский кинематограф все равно снимает такие картины, не боится, берется за это. В общем, я думаю, всем патриотам Казахстана это понравится. Почему? Потому что это, черт возьми, ребята, наши, а оно должно быть лучшим для вас. Помните это всегда. С вами был Вездеход и я, Бородисина Анастасия. Мы получаем зарплату печеньками специально для Гонзо Киезе.